Доброе утро! В эфире новости на Катунь24. С вами Анастасия Борисова и перейдем к выпуску. В селе Мало-Енисейское теперь будет качественная подача тепла. Там идет перекладка тепловых сетей для социальных объектов. Раньше сети были изношены практически на 100%. Настолько, что в больницах пациентам приходилось укрываться не одним одеялом. Температура в палатах была меньше 18 градусов. Бывали и порывы. Стоимость долгожданного ремонта тепловых сетей 14 миллионов рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Применены современные энергоэффективные материалы именно наших алтайских производителей, которые позволяют в соответствии с климатическими условиями, адаптированные к режиму эксплуатации, комплектовали нам наши барнаульские компании. Перед пешеходными переходами в Барнауле появятся предупреждающие надписи для детей в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Сегодня сотрудники МВД совместно с командой молодежки ОНФ с помощью краски и трафаретов рисуют надписи. По переходу только пешком, отвлекись от телефона и многие другие. Надписи уже есть на пересечении проспекта Ленина с улицы Пушкина, проспекта строителей с улицы Димитрова, возле ТРЦ «Огни» и во многих других местах нашего города. Надписи будут нанесены краской для дорожной разметки, поэтому продержатся долго и повлияют положительно на дорожную ситуацию в городе. На сером асфальте будет яркая надпись, люди будут обострять внимание на эту надпись, прочитали, где-то это отложится в голове и возьмут ребенка за руку или сделают замечание, посмотри направо-налево и так далее. В ГИБДД сообщают, что с начала лета на дорогах города пострадали 28 детей, 12 из них велосипедисты, 8 пешеходов, остальные пассажиры. Количество ДТП с участием детей в том числе растет из-за того, что во время пандемии коронавируса не работают летние оздоровительные и пришкольные лагеря. Дети много времени проводят на улице одни, поэтому нужно привлекать повышенное внимание горожан к безопасному поведению на дорогах. И продолжаем. Волны и дождь не помеха. Все это про людей с ограниченными возможностями здоровья, которые на плато отправились в путешествие. От Телецкого озера до Барнаула за 8 дней. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов встретился с путешественниками. Все дружнее и дружнее. Сначала говорили, что кому что делать, а потом все, без слов было. Эмоции зашкаливают. Люди с ограниченными возможностями преодолели, казалось бы, непреодолимое. Сплав по бурной катуне, ночевки в дикой природе, иногда и под дождем. Справились. Такое не забывают. И самое дорогого стоит, что это мероприятие состоялось 8 июля, когда мы начали наш сплав, в честь 95-летия нашей организации Всероссийской общественной слепых. И для нас это очень дорогого стоит. Подготовка к подобному сплаву длилась три года. Выиграли грант, купили лодку для сплава и началась упорная тренировка. В команде 12 человек. По словам Николая Нечунаева, как называют его сокоматники, наш капитан, изучили все рейки, их поведение и были готовы ко всему. Без каверзных ситуаций не обошлось. Когда особенно плот от нас убежал, как вот тут вот, вылажив из палатки, и 4 часа ночи плота нету. Что такое, думаю, то ли галлюцинации у меня какие в глазах или что-то. Убежал, все. Голос Николая Анатольевича. Ребята, плота нет. Сработали МЧС и полиция. Я просто в восторге был. Как все-таки мы порой в другой раз свое неудовольство в чем-то высказываем. Но тут сработали просто великолепно. Все было поднято для спасения. 40 километров от нас нашелся этот плот. После того, как плот был вновь доставлен хозяевам, путешествие продолжилось. Команду с плавчиках удивило, как на стоянках во время тяжелого маршрута их встречали местные жители. Кто-то воды давал, варенье, соленье. Предлагали даже погреться в баньке. Удивительно, несмотря на все сложности пути, члены команды спортсменов с ограниченными возможностями ни разу за время пути не воспользовались привычными таблетками. Вот что значит дружба, взаимовыручка и отдых наедине с природой. Дмитрий Дроздов, Михаил Ильфуншан. Новости. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова.